Всем привет! Вы смотрите официальные дневники вторых международных интеллектуальных игр. Позади пять дней плодотворной работы. Давайте посмотрим, чем запомнился на сегодняшний день. Все темы в международной исследовательской школе были выбраны в соответствии с регионом, в котором проходила школа. Пришло время узнать об еще трех направлениях, которые были выбраны специально для Якутии. Мы сначала собираем растения, потом выделяем из них экстракты, дальше засеиваем питательную среду с бактериями и наблюдаем за их ростом. Тема нашего направления актуальна, потому что это интересно проверить, как разные экстракты натуральных средств могут помочь в борьбе с бактериями. Итог – это картина, какие растения наиболее эффективно справляются с ростом бактерий, наиболее сильно подавляют их рост, рост объявлений их. С утра у нас были языковые игры, так как мы ждали, когда бактерии вырастут. После обеда мы провели время на речке, там мы купались. Мы хотим показать, как много бактерий мы можем взрастить и как растения могут этому препятствовать. Мы планируем это сделать за два дня. Проблема, с которой мы можем столкнуться, это та, если бактерии не вырастут. Но я думаю, мы решили эту проблему, так что все должно быть хорошо. Приехал в Якутию, чтобы увидеть природные красоты Якутии, и, похоже, не зря. Мы разрабатываем веломаршруты и пешие маршруты, проходим их сами и показываем, какие можно достопримечательности встретить. Дети, получается, изучают особенности работы с картографическими сервисами, изучают теорию и методологию, то есть это понятие туризма, понятие внутреннего туризма. Как итог, мы должны создать демопродукт, готовый пилотный проект, то есть это маршруты, направленные для велотуристов и для пеших туристов. Наше направление сейчас является крайне актуальным. Возникает большая потребность в развитии внутреннего туризма. Как мы знаем, внутренний туризм, он благоприятно влияет на экономику нашей страны и так далее. Ну, сегодня, например, мы измеряли, точнее, учились измерять и сравнивать кости из разных регионов и стран. И учим теорию, анатомию костей и так далее. Основная цель нашего проекта заключается в том, чтобы сравнить останки трех животных, бизона, мамонта и лошади в Якутии и в Пуэбло. Сравнить размер, твердость, ну и так далее, раз не другие тоже параметры. Ну, для меня это не очень известная тема, и, в принципе, мне показалось это интересным, я бы хотел в этом разобраться больше. В данное время изучение палеонкологии, оно находится на достаточно ранней стадии, изучается очень много животных и прогнозируется общая картина, изучается общая картина мира и прогнозируется изменение климата в будущем. Потому что необходимо знать историю, как было в прошлом веках и в прошлой эре, поэтому за счет этого мы можем прогнозировать будущее. Ну, мы ожидаем некоторые такие, найти взаимосвязь между животными, обитавшими в позднем плесоцене в Мексике и в позднем плесоцене в Якутии. Естественно, это были совершенно разные природные условия, но, тем не менее, шерстистый мамонт, который обитал в Якутии, и колумбийский мамонт, который обитал в Мексике, они обитали в одно время, и у них некоторая была взаимосвязь между собой, поэтому мы надеемся найти какие-то различия и сходства между двумя этими фаунами, совершенно различными. Мы сейчас находимся на берегу реки Елена, недалеко от Покровска, где сейчас ведется проектная работа по направлению «Палеозаогеография пещерного льва». Ребятам на выезде с помощью палеонтологических находок нужно установить древнее течение реки и сделать сравнительный анализ, совпадает ли оно с современным. А цель этого полевого выезда – передать детям, как описываются геологические слои и из каких пород оно сложено. Основная наша предметная область, он называется палеонтология. Палеонтология – наука – это обескопаемых животных. Мы их находим в геологических слоях, чтобы дети поняли, как описываются геологические слои, из каких пород оно сложено. Во-первых, это очень важная составляющая – это практическая работа, что дети сами описывали разрезы, отбирали породы, их определяли, искали палеонтологические объекты, чтобы они себя почувствовали настоящим исследователем, настоящими палеонтологами. В направлении палеонтологии я начала интересоваться вторым годом, чтобы узнать именно о мамонтах. По костям мамонта можно много чего узнать, как они жили, когда, сколько они… Вообще всю жизнь их костям можно узнать. В ходе работы участники нашли карьер, где заметили геологические слои почвы. По этим слоям можно реконструировать истории развития территории, а также выяснили, что песок, гравий и песчаник приносила река Лена. Наука окружает нас везде. Все, что мы видим, появилось благодаря науке. И уже с малых лет дети тянутся заниматься наукой. В Якутской исследовательской школе участниками являются дети с 5 по 7 классов. В направлении химии в еде участники изучают углеводы в продуктах. Их цель заключается в том, чтобы узнать, сколько углеводов есть в нашей пище. Детям очень нравится узнавать о нашем повседневном принятии пищи. Участники, несмотря на свой возраст, уже с большим интересом изучают химию, ведь, по их словам, это очень увлекательный предмет. Мы в теоретической части познакомились с основным составом любой еды, которая состоит из белков, жиров, углеводов. Дети научились в данном проекте работать с весами, работать с нагревательными приборами, научились измерять плотность жидкостей и вычислять плотность твердых веществ. Направление пластика как экологическая проблема – одна из актуальных проблем в наше время, ведь пластик окружает нас повседневно. Все участники активно принимают участие в обсуждении вопросов об экологии. На занятиях мы начали со сбора информации, то есть провели фотоисследование территории МАЗ, так, еще и территории улиц села Актемцы, а также еще детям показали мы, как разлагается пластик в агрессивных средах, в основном в азотной кислоте. В якутском языке множество слов с разным смыслом, трактовкой и написанием. Смогут ли ребята с разных регионов России перевести якутские слова? Предлагаю немедлить и пойти спросить. Саин. Сын. Хлеб. Воин. Не знаю, мне кажется, что мед. Соль. Да пусть сыр. Может, река. Река. Может, лес. Банан. Собака. Обряд. Какой-то обряд. Может быть, какая-нибудь одежда. Ну, нож какой-нибудь. Школа. Кинжал. Хлеб. Нож. Мож. Вилка. Корова. Выхашник. Кинжал. Кинжал. Вон, слышал, это мама по-яйкутски должна быть. Вилка. Работа. Что-то из одежды. Почему-то. Мама. Обувь. Мяч. Счастье. Ложка. Шутка. Ешь. Что-то из семьи тоже. Наверное, сын или дочь. Головной брук какой-нибудь. Да. А это что-то из еды. Не знаю. Лето. Ёж. Может быть, нет. Мама. Мама. Ель. Грех. Блюдо какое-нибудь. Но это сладкое. Дверь. Монах. Может быть, какая-то мебель, может, кровать. Я не знаю. Привет. Не знаю, может, монета. Учеба. Учеба? Да. Видно. Мне кажется, это что-то из разговорного. До свидания. Не знаю. Очень радует то, что ребята не только пытались угадать, но и проявили интерес к якутским словам. Только в Якутии есть такие уникальные места, где круглый год стоит холод и минусовая температура. Это царство вечной мезлоты, куда мы с вами и отправимся. При входе посетителей оснащают необходимой для минусовой температуры одеждой, термозащитным плащем и утепленными ботинками. А вот мы уже находимся в царстве вечной мезлоты. Тут вся площадь покрыта ледяными кристаллами. Тут располагается тронный зал холодного повелителя Чисхана. Тут есть еще одна очень красивая ледяная комната, которая светится разными цветами. Тут есть ледяная горка! А вот и мини-музей, где можно ознакомиться с останками мамонтов и другими животными ледникового периода. Какие у вас впечатления от царства вечной мезлоты? Я очень рад посетить данный комплекс, потому что хотел на себе ощутить, какие температуры под таким слоем земли. Вы знаете, самым ярким, конечно, бывает первое впечатление. Вот вы видите на мне кепочку, которая давалась на Олимпиаде Туймада несколько лет назад. Нас тоже водили в царство вечной мезлоты. И я могу сказать, что мир, конечно, меняется к худшему. Царство вечной мезлоты мне понравилось. Тут множество красивых эспанатов. И атмосфера данного места позволяет забыть, что на улице жарище. Впечатления очень хорошие. После такой жары войти в это царство – такой кайф. Правда, удивительное место. Я вообще не ожидала, что такое существует, если честно. Безумно красиво, прохладно. И больше всего мне понравилась температура, потому что на улице сейчас жарко. Экскурсия прошла на ура. Все участники остались довольными. И, как вы могли видеть, они очень удивлены этим местом. На этом наш вывоз подошел к концу. Следите за нашими обновлениями. С вами мы еще и увидимся завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok